И снова здравствуйте. На улице жара, а мы простываем. Отчего так? Как передастеречься? Как вообще сохранить свое здоровье? Сегодня наш собеседник, заведующий медицинской частью городской поликлиники номер один Светлана Геннадьевна Горбовская. Добрый день, Светлана Геннадьевна. Добрый день. И мне, я уже начал с того, что жарко, и хочется выпить в жару. Ну, конечно, не водки. Хочется выпить ледяного кваса или не менее ледяной газировочки. Мы идем в магазин, берем запотевшую бутылочку из холодильника, выходим на уличную жару и наслаждаемся ледяными пузырьками. 10-20 секунд мы наслаждаемся нам хорошо, но через пару шагов рука вновь тянется за прохладой в пакет. Как быть? Ну, прежде всего, конечно, не нужно пить залпом. То есть люди, даже рвавшись до этой заветной бутылочки, моментально поглощают все это в себя, все эти 200 мл, 300 мл. И, конечно же, первые ощущения, первые несколько минут прекрасное состояние, но затем все возвращается на круги. Своя обильная платье отделения, опять хочется пить. Поэтому рекомендуется все-таки не спешить пить небольшими глотками, то есть понемногу. И желательно, конечно, в такую жару носить воду с собой. Пусть она будет неледеная. И негазированную. И негазированную, желательно негазированную, чтобы это были не лимонад, вот этот вот сладкий, который продается, а именно лучше всего обычную негазированную воду. И желательно каждые 10-15 минут делать несколько глотков. То есть тогда мы не употребляем очень большое, чрезмерно большое количество жидкости, которая потом у нас обильно начинает выходить через кожные покровы. И у нас еще больше появляется потребность употреблять воды. Поэтому лучше пить часто небольшими глотками. И не нужно, чтобы вода была холодная, потому что вся эта холодная вода, вверх приводит контакт со сгоряченным таким телом, может привести к тому, что будет переохлаждение, и все-таки может возникнуть вероятность простудных заболеваний, в частности всевозможных фаренгитов, ларингитов. И несмотря на то, что лето, мы сейчас сталкиваемся с пациентами, которые приходят из температуры и с больным горлом к нам в поликлинику. Пик вот на жаркую погоду у вас, как бы пик простудных заболеваний? Пика как такового нет. Все-таки пик простудных заболеваний характерен осенне-весенний, такой период слякоти. Но сейчас тоже бывают пациенты, и все-таки это, конечно, связано с таким переохлаждением. Еще говоря о том, как пить холодную воду, лучше пить ее, если уж очень хочется пить холодную воду, лучше пить через трубочку. Во-первых, не будешь пить так с залпом. С залпом не пить, да. И в то же время жидкость будет поступать небольшими порциями, и она будет в ротовой полости согреваться, не будет вот такого локального переохлаждения горла, то есть вероятность меньше будет. То есть контрастный душ – это одно, а питье контрастный. Тут получается такой контраст резкий, что, конечно, многим гарантировано потом заболевание. На улице с собой таскать воду, понятно. А дома? Ведь дома больше возможностей. Дома? Если, например, человек приходит домой, конечно, мы сразу подбегаем в холодильник, открываем, мыщем, что там у нас есть. А тут лучше, конечно, не ледяную воду, а взять обычную воду и добавить туда несколько кусочков льда. То есть медленно там охлаждал. Да, то есть будет идти охлаждение, жидкость, и в то же время она не будет на такой резкой контрастной температуры, и вероятность заболевания будет гораздо ниже. А охлаждающих их будет. То есть не нужно стремиться к тому, чтобы пить воду, именно температура воды была 5-6 градусов. Достаточно понижения 15-20 градусов. То есть даже ниже комнатной температуры, но чтобы не было резкое охлаждение этой воды. Да, вот я знаю, что вы раньше, давным-давно, правда, жили в Ташкенте. Да. Так случилось, что я тоже был в Ташкенте, я там служил в армии, и я вот там не чувствовал жару. В армии была армия, но вот какая жара у нас. Вроде градусы были высокие, но тем не менее не ощущалось так. Вы там чем, как спасались? В принципе, жара в Средней Азии и жара в Средней полосе России она отличается, несмотря на то, что если смотреть на градусник, здесь 33 градуса может переноситься гораздо тяжелее, чем в Средней Азии 40-42, потому что там климат сухой и воздух сухой. А здесь же из-за высокой влажности жара переносится плохо. Там как-то старались так, ну по возможности во всех этих автоматах не пить. Если сумеешь выдержать, то и не возникает вот такой большой потребности. Носили с собой воду, так же пили, но очень умеренно, и по возможности старались воздерживать, и все-таки пили зеленый чай. Несмотря на то, что, казалось бы, он может быть и горячий, но он лучше утолял жажду, чем все вот эти вот нынешние пепси-колы, кока-колы, лимонады. И он полезнее. То есть там в большом количестве всевозможные микроэлементы, которые компенсируют потерю через кожу с выделением вот этих микроэлементов, с потом. Зеленый чай компенсирует все. Но это любой можно зеленый чай. И сейчас можно. Даже можно в наших условиях. Да. Холодный зеленый чай, потому что, как китайцы считают, чем дольше зеленый чай стоит, тем он становится целее, тем он становится полезнее, в отличие от черного чая. От черного, да. Да, я вот хотел сказать, черный чай не так. Зеленый чай, это действительно кладезь витаминов. Поэтому его можно. И пить в холодном виде. А солить его нужно? Не обязательно. Зачем? В принципе... Чтобы возмещать потери соли? Да нет, я думаю, что не нужно, потому что это... Потому что никто пить не будет. Нет, ну... Ну, с непривычки соленый чай. С соленый чай, может быть. Да еще с молоком. Ну, это скорее больше, по-моему, так сказать, такой калмутский напиток, где употребляли чисто такой национальный, именно плиточный чай с молоком, с солью. Правда, я один раз пробовала, но, может быть, для меня это был такой экзотический напиток, поэтому я его не совсем поняла. Не поняла. Ну, с непривычки, да. С непривычки, в общем-то, не совсем было. Ну, раньше, в советское время, когда была жара, мы ходили от одного автомата газировочного в другой и пили. Сейчас стала газировка везде. Ну, и, в общем, стало хуже, что ли, но газировку пить, наверное, никак нельзя. Я вот сам заметил дома уже, сидя, я грешен, и бутылочка холодной воды кипяченой у меня стоит в холодильнице. Но я заметил, наверное, если меленькими глоточками пить, то да. На дольше хватает, быстрее жажду утоляет. Ну, сейчас прогресс у нас большой. Сейчас у нас во многих магазинах, в офисах, понятно, стоят кондиционеры. Вот я хожу в магазин на улицу, в магазин на улицу, в офис на улицу. Как вот это вот переносит, должно переноситься людьми? От этого тоже простудное заболевание? Могут, конечно. Кондиционеры, при всем том, что они создают достаточно комфортные условия на рабочем месте. Как газировка холодная. В том числе сейчас и в машинах, во многих автомобилях тоже установлены кондиционеры. Вот тут кроется такая немножечко большая опасность в том плане, что человек, попадая с улицы вот в такую прохладную, скажем, атмосферу, идет очень резкий перепад температуры. От 35, например, на улице, до плюс 20. И вот за счет вот этого резкого перепада начинается, конечно, как мы говорим, игра сосудов. Сужение сосудов. Да, и это может привести к переохлаждению. Поэтому рекомендуется все-таки, если вы приходите домой или в офис, и вы хотите включить кондиционер, то не нужно его сразу, например, устанавливать на, так скажем, критическую температуру, там, 17-18 градусов. На полную мощь. Лучше его установить 25-24. И постепенно, по мере того, как организм немножечко будет, скажем, охлаждаться, постепенно уже переводить на более низкую температуру. Таким образом мы просто добьемся того, что мы избежим вот этих вот резких перепадов температуры, соответственно, меньше вероятность заболеть. То есть контрастный душ полезен только здоровым, а это своего рода опять-таки... Человек теряет... Человек не может оценить, когда человеку жарко, он приходит и начинает ощущать, вот как хорошо, прохладно. Он теряет вот этот вот контроль, и в конечном итоге пребывание, вот за счет вот таких треских перепадов, это все может отразиться, получиться на здоровье, особенно у тех людей, у кого снижен иммунитет. Вот говорят, сейчас появились новые кондиционеры, которые... с которыми лучше работать, удобнее работать, и от которых не получится, не будет переохлаждений, не будет простудных заболеваний. Это связано с тем, что у них регулировка лучше? Возможно, устанавливается определенный температурный режим, который поддерживается автоматически. Если, например, температура воздуха снижается, они могут отключаться, поддерживать определенный микроклимат. То есть новое поколение кондиционеров, оно не охлаждает, скажем, на 10 градусов, а охлаждает до 20, например, градусов. Я не сталкивалась, я не могу, я не могу дать, он так называется, я не... Ну, наверное, это так. Но, во всяком случае, контролировать... Я не знаю, как новые кондиционеры, честно, не буду врать, не скажем. Понятно. Значит, если мы подведем итог... Я еще, знаете, про купание хотела сказать. А, совершенно верно. Светлана Геннадьевна, мы живем рядом... У нас Волга, у нас Сызранка, у нас Крымца, у нас Кубра, у нас Кашпирк, у нас 5 рек в нашем городе. Ну, естественно, в такую погоду людям хочется искупаться. Ну, во-первых, я задаю вам вопрос такой. Можно ли купаться в нетрезвом виде и можно ли выпивать алкоголь на берегу реки? Ну, однозначно. Потреблять алкоголь в жарую погоду нежелательно, потому что сам по себе алкоголь, он повышает артериальное давление. А люди, особенно те, кто страдают какими-то сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые так подвержены повышению артериального давления, еще употребление алкоголя может привести к достаточно серьезным проблемам. Были такие случаи, когда люди в состоянии алкогольного опьянения, на жаре просто-напросто даже погибали. Я знаю такие случаи. Мои знакомые, совершенно верно, тоже умирали. На пляже они разогревались, потом прыгали в воду, бросались, шли на глубину, а на глубине еще холоднее. Резко сжимаются сосуды. Да, наступал резкий спазм сосудов, который мог привести к установке сердечной деятельности. И, конечно, если рядом никого не оказывалось, то такой человек однозначно просто-напросто погибал. А трезвому? Трезвому человеку можно купаться. Но нужно учесть такой момент. Если мы говорим о простуде, то нужно учесть, что если очень долго лежать под солнцем, организм нагревается. То есть температура тела повышается. И если резко бросаться в воду, то мы получим точно такой же эффект. Спазм сосудов. Поэтому, чтобы уберечь себя, избежать каких-то вот таких осложнений, лучше перед тем, как если вы долго полежали на солнце, лучше отойти куда-то в тень, посидеть, чтобы организм немножечко остыл, так скажем, а потом уже идти в воду. Или же идти в воду, но очень осторожно, аккуратно. То есть медленно не бросаться. Да, погрузиться, то есть как бы окунуться на мелководье. И главное на мелководье. Да. А сразу не нырять и не плыть на глубину, потому что организм разгорячённый, разогретый, и контакт с холодной водой приходит к спазму. То, о чём мы говорили. Как надо идти в воду? Бросаться ли с головой, или как? Нет, лучше сначала зайти в воду на мелководье, как говорится, ополоснуть тело водой, то есть чтобы немножечко снизить температуру, чтобы организм привык, чтобы постепенно сосуды изменили свой тон, чтобы не было такого резкого воздействия холодной воды. И только потом постепенно окунуться несколько раз в воду. И только потом уже плыть куда-то на глубину. Во всю силу купаться. А резко бросаться, конечно, в воду не надо. Ещё хотелось бы сказать, что когда человек выходит из воды, тоже для того, чтобы не простыть, лучше, конечно, или накрыться полотенцем, потому что приятный ветерок, особенно если какой-то прохладный ветерок, и такое приятное ощущение, тело обдувает этот ветерок, тоже человек не замечает, как он постепенно переохлаждается. Это тоже может стать причиной простудных заболеваний. Опять охлаждение. Ну, вообще, любые онкологи скажут, что долгое время на солнце вообще нежелательно проводить. И если пришёл человек на пляж, то тень – это гораздо лучше, чем открытый солнце. Особенно сейчас, когда количество онкологических заболеваний у нас просто растёт с огромной скоростью, уже доказано, что ультрафиолетовые лучи, они пагубны, в общем-то, для организма, они могут приводить к мутациям и увеличивать риск и вероятность раковых заболеваний, в частности, рака кожи. Рак кожи, меланомы. В принципе, медики рекомендуют, что оптимальное время для купания – это вот именно для того, чтобы загорать и находиться на солнце – это с утра до 11 часов и где-то после 5 часов. То есть тогда, когда уже нет вот этого большого количества инфракрасных лучей, нет ультрафиолетовых лучей, которые просто-напросто обжигают кожу. Когда солнце ниже. Да, когда солнце не такое агрессивное, так скажем. И атмосфера лучше закрывает, защищает нас от ультрафиолета. Потому что многие любят купаться, любят загорать именно, так скажем, в обеденное время, то есть где-то с 11 до 3, до 4 часов, когда самое жаркое солнце. Но поверьте, что это солнце не приносит никакой пользы, кроме как может привести к солнечным ожогам. Кстати, а что делать при ожогах? Чем мазать? Ну, сейчас есть масса всевозможных кремов и мазей. Ну, во-первых, люди, у которых чувствительная кожа, ну, им, конечно, особенно это блондины, люди с очень светлой кожей, им вообще не рекомендуется длительное время находиться под палящими лучами солнца. Нужно все-таки находиться где-то в тени, под рассеянными лучами. Или же можно использовать защитные кремы. А для загара лучше купить краски. Сейчас есть краски, которые красят кожу, навазал себе краской. Правда, говорят, ненадолго. Да, и вот вам загар. Ну, в принципе, если уж человек обгорел, то есть защитные противоожоговые специальные кремы, которые защитят кожу. Ну, раньше кефиром мазали, сметаной. Ну, вообще, конечно, лучше избегать такого экстремального загара. А еще лучше, я вам скажу, начинать купаться, ну, где-то, скажем, часов 6-7, ну, и часов до 9-10. И тут есть еще один момент интересный. Вода чище. Вот когда утром по молодости я ездил на велосипеде на пляж, вода чистенькая утром рано. Никто ее не испачкал, никто не перебутырил. Самое лучшее время. Хорошо, спасибо. Значит, я вот знаю, что у нас сегодня, ну, не сегодня, а вот последнее в это время, происходит диспансеризация наших жителей. Что это за зверь такой? И с чем его едят? Ну, если говорить о диспансеризации, то, в общем-то, это для нас, так скажем, не новое мероприятие. Диспансеризация проводилась еще во времена Советского Союза, но она немножко носила другие формы. А сейчас диспансеризация, я считаю, что она, конечно, крайне необходима. И нужна она вот по какой причине. Сейчас очень высокая смертность населения. То есть люди стали больше болеть, люди стали больше умирать. Причем в основном в группе риска оказываются люди трудоспособного возраста. Мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. В 85-89 лет средний возраст. То есть, как мы говорим, самый такой цветущий возраст, самая трудоспособность. То есть, когда надо жить, а не умирать. И наслаждаться. И вот в связи с этим правительство Российской Федерации издало приказы. То есть, уже на уровне приказа проводится диспансеризация для того, чтобы выявить у людей, во-первых, заболевания на ранних стадиях. Выявить факторы риска, которые могут приводить к этим заболеваниям. То есть, даже у здоровых. Иногда люди говорят, я здоровый. Зачем я пойду в поликлинику? Зачем я буду обследовать? А опыт показывает, что когда люди приходят, и мы начинаем проводить элементарные скрининговые обследования. Это что так? То есть, это самые обычные анализы. Это анализ крови, это флюорография, это осмотр в смотровом кабинете. Даже просто осмотр кожных покровов зачастую позволяет нам выявить какие-то предраковые заболевания. То есть, изменения на коже, которые в последующем, если не начать лечить, потом могут перейти в какие-то злокачественные образования. То есть, сейчас на первое место выступают такие заболевания как болезнь системы кровообращения. Это первое место. Первое. Это инфаркты, инсульты, которые просто, так скажем, убивают нацию. Потому что количество больных, если им растет с огромной скоростью. Во-первых, если раньше все-таки мы говорили, что это заболевания лиц пожилого возраста, гипертония, стенокардия, то сейчас гипертоническая болезнь уже встречается и в 18, и в 20 лет. У нас есть случаи инфаркта и у совершенно у молодых людей, то есть у мужчин в 35, в 40 лет. Инсультов очень много. Это связано с чем? С питанием. Или это связано с нервами. Сложность наша. В советское время человек мог представить себе, что как он будет жить до самой пенсии, во всяком случае. То есть, стабильность была больше, чем. Сегодня мир нестабилен. Сегодня наша работа нестабильна. То есть, вот сердечно-сосудистое, это связано именно с питанием или с неуверенностью? Здесь очень много причин, которые могут привести к этому. Ну, во-первых, это и стрессы. То есть, неуверенность в завтрашнем дне. Ну да. Вот такая нестабильность. Не у всех стабильная жизнь, так скажем. Это и неправильный наш образ жизни, в первую очередь. Неправильный образ жизни. Сейчас люди мало двигаются. То есть, мы забыли, что такое... Я не говорю о спорте, я просто говорю о элементарной физической культуре. То есть, мы все пересели на машины. Это комфортно, это удобно. Поэтому люди двигаются мало. Страна нищает, а на фоне обнищавшей страны у нас машин становится все больше и больше. И вот больше у нас стадионов, у нас появляются стадионы, но лень, матушка... Люди отвыкли заниматься спортом. То есть, это нужно культивировать. Людям нужно объяснять, что это необходимо для здоровья. Следующий момент – это наше питание. Питание людей сильно изменилось. Сейчас очень много всевозможных таких вот кафе быстрого питания, Макдональдса, где вам предложат бутерброды, фастфуды. Макдональдс у нас только появился. Так вообще, да, конечно. Много, где можно идти по улице и закусить вот эту вещь. Сами чем питаетесь? Я стараюсь, честно говоря, я стараюсь придерживаться правильного питания. Я очень люблю овощи, очень люблю рыбу. И очень мало употребляю мяса, и мало, практически не употребляю животной жиры. Сливочное масло? Сливочное масло я практически не употребляю. То есть, только растительное масло? И очень, конечно, люблю овощи. Очень люблю овощи и очень люблю рыбу. Вот насчет рыбы, конечно, несколько странно. Вы жили в Средней Азии, где рыбы не очень много. И любите... Ну, вообще, я согласен с вами. Рыба намного полезнее для человека, чем мясо. Но вот у нас, знаете вы или не знаете, я не знаю, очень много всяких, но не те продукты, которые были в советское время. Много добавлений и всяких. Соевый белок у нас сейчас стал непременным участником любых блюд. Хотя я помню время, когда его очень сильно рекламировали. И мясо белковое продавали, это было экзотикой, и люди покупали, попробовали. Вот то, что продается в магазинах. Центральное телевидение усердно говорит о том, что это есть нельзя, то есть не говорит. У нас можно питаться, покупать в магазине, на рынке? Можно, но опять-таки нужно обращать внимание. Всегда нужно при покупке любого продукта, нужно обязательно смотреть на состав. То есть там, где вы видите очень много консервантов, то такие продукты лучше не употреблять. То есть если у продукта очень большой срок хранения, то это сразу должно насторожить. То есть это говорит о том, что в нем большое количество консервантов, которые позволяют этот продукт хранить как можно дольше. Поэтому лучше все-таки употреблять продукты, у которых короткий срок хранения, потому что они более натуральные. Знаете, я достаточно часто хожу в магазины, и когда какой-то товар срок годности не вышел, и мне говорят, ну те же яички, мне говорят, ну срок годности не вышел. Я всегда говорю, мне не надо, чтобы было за два дня до окончания срок годности. Мне надо, чтобы было два дня с начала изготовления. Ну, наверное, это вот правильно. Конечно. Лучше при выборе товара обязательно смотреть на срок годности и стараться брать тот товар, у которого дата изготовления, дата выпуска, все-таки ближе к дате, когда вы этот товар приобретаете. Понятно. Вернемся к диспансеризации. Вот ваша цель, что вы преследуете диспансеризации населения? Что мы преследуем, какую цель? Ну, в первую очередь мы хотим выявить у людей заболевания на ранней стадии. То есть такие заболевания, как я уже сказала, это болезнь системы кровообращения, сахарный диабет, потому что сахарного диабета сейчас тоже очень много. Это результат нашего питания, зачастую неправильного, который ведет к ожирению. При ожирении вероятность развития сахарного диабета выше. Это онкологические заболевания. То есть вот эти три заболевания на сегодняшний день являются как бы основными. То есть те заболевания, которые могут привести к инвалидности, к сокращению продолжительности жизни. И кроме того, мы стараемся этой диспансеризацией выявить у людей факторы риска, которые могут привести к этому заболеванию. Ну, например, такой фактор риска, как повышенное артериальное давление. Или же повышенный уровень холестерина. Казалось бы, сейчас все говорят холестерин, холестерин, это все на слуху. Но никто не знает, что это такое, не знает, я имею в виду, просто жители не знают, как его выявить холестерин. Да, зачастую люди просто не представляют, что такое холестерин. Как говорится, при высоком холестерине человек не болеет, он никоим образом никак это не ощущает. Но вот это изменение липидного обмена, вот этот повышенный уровень холестерина способствует тому, что вот эти жиры, находящиеся в крови, если объяснять таким простым, доступным языком для людей, которые не являются медиками, далеки от медицины, все эти излишки жира начинают откладываться в сосудистой стенке. В результате чего образуется атеросклеротическая бляшка, которая в конечном итоге начинает просто-напросто закрывать просвет сосуда. Это могут быть мозговые сосуды, это могут быть коронарные сосуды, это могут быть сосуды нижних конечностей. И, соответственно, у человека в зависимости от того, где находится эта бляшка, может развиться инфаркт, инсульт, либо развивается атеросклероз сосудов нижних конечностей, который потом будет препятствовать человеку мешать двигаться, ходить. В конечном итоге может даже закончиться гангреной нижних конечностей. Мы стараемся выявить и объяснить человеку в ходе этой диспансеризации, во-первых, какой ему вести образ жизни, на что ему нужно обратить внимание. Если необходимы какие-то уже медицинские мероприятия, то есть ему рекомендуется в ходе диспансеризации соль, какие препараты необходимо применять. Мы пытаемся людям объяснить, что необходимо устранять такой фактор риска, как курение, злоупотребление алкоголем. То есть курение вообще само по себе очень вредно. То есть не случайно правительство сейчас ввело запрет на курение в общественных местах. То есть достаточно ужесточил вот этот закон, который определял места для курения. Потому что курение приводит в первую очередь к повреждению сосудов. Повреждение и заступок. Влияет на сосуды. Кроме того, у людей, курящих, чаще развивается язвенная болезнь, желудка, двенадцатиперстные кишки. Поэтому курение вообще рассматривается как прямой фактор риска у больных с ишемической болезнью, у больных с язвенной болезнью. Сейчас, что скрывать, население Российской Федерации употребляет достаточно большое количество алкогольной продукции. Я думаю, мы первые в мире на первом месте. Особенно прискорбно видеть, когда идут молодые люди, восемнадцати, девятнадцати, иногда даже подростки младше возрастом, и в качестве такого вот охлаждающего напитка употребляют пиво. И при этом говорят, ну а что там, это же не крепкий алкоголь, там всего-то девять, десять градусов. Но это зависит от того, сколько выпить, а то есть ли трёхлитровую баклажку. Конечно, любой алкоголь, он оказывает влияние, особенно если человек злоупотребляет алкоголь. Поэтому наша диспансеризация вот на это направлена. И ещё, конечно, обязательно, это выявление онкологических заболеваний, раковых заболеваний. Сейчас очень большой рост рака молочной железы в женщин. Обидно видеть, когда женщины в 50 лет, в 45 лет погибают, хотя во всём мире всё это лечится, и в нашей стране лечится. Самое главное – вовремя прийти к врачу. Но многие просто-напросто считают, что они здоровые и не хотят идти обследоваться. Рак он такой не открывает, не стучит. Конечно, мы обычно спохватываемся тогда, когда у нас что-то заболело, и мы бежим к врачу. Поэтому мы ввели вот эту диспансеризацию. Она, кстати, проводится, пациент проходит диспансерный осмотр раз в 3 года. То есть в зависимости от возраста определён перечень обследований. Вот именно тех обследований, которые позволяют выявить заболевания, которые наиболее часто возникают именно в этом возрасте. То есть перечень обследований для пациентов в 21 год – один. Для человека в 51 год – это совершенно другой перечень. Поэтому, видите, как прописано, что это даже дифференцированный подход. Но что самое хорошее в этой диспансеризации – это то, что всё-таки упор делается на участкового врача. Поскольку у нас никто не отменил участково-территориальный принцип работы медицинского обслуживания, в первую очередь за состоянием здоровья будет следить участковый врач на участке, в котором живёт тот или иной пациент. И участковый врач уже будет следить, знать, какие у пациента проблемы, что с ним делать, разработать программу, допустим, лечения, реабилитации, программу оздоровления. То есть всё ложится на первичное звено. При всём моём уважении к вам я очень скептически отношусь к стражу здоровья нашего в виде участкового врача. Мне врач рассказывал, я, говорит, порой не могу, не успевая посмотреть, мужчина передо мной или женщина, если по фамилии непонятно. Нагрузка колоссальная. Вот ваш штат на сколько комплектован? Комплектованность у нас, конечно, достаточно плохая – 35%. Это при условии, сколько у вас пенсионеров врачей? Если учесть, что, так скажем, основная масса, 50%, если не больше, это, конечно, у нас пенсионеры. Но, тем не менее, нужно отдать должное, что люди, будучи даже пенсионерами, они выкладываются на все 100%, стараются максимально всё-таки оказать помощь пациентам. И, тем не менее, они физически. Одна треть у вас от того, что должно быть, только одна треть работает. Уважаемые радиослушатели, я хотел, почему я об этом заговорил? Мне бы хотелось, чтобы к врачам нашим, ну, немножко по-доброму относились и снисходительно. Практически сегодняшняя медицина держится, если я не прав, поправьте меня, держится на пенсионерах и врачах достаточно предпенсионного возраста. Совершенно верно. То есть, практически в 90-е годы из медицины ушли все, кто не хотел служить медицине. И остались все эти годы, практически остались работать те, кто был верен своей специальности. Вот если вы посмотрите, люди, кто уходит сейчас, это люди, которые проработали в медицине 30, 35, 40 лет. То есть, люди, которые, несмотря ни на какие условия, когда можно было уйти куда-то в коммерцию, никто не ушёл. Все остались работать, как бы тяжело ни было, какие бы ни были зарплаты низкие. Сейчас уже начались доплаты, выплаты, модернизация. Остались те, кто был верен, предан своей профессии. Но вам немножко хоть прибавили? Сложно говорить, прибавили, не прибавили. Но нам ввели определённые критерии, по которым должна оцениваться работа врача. И, соответственно, выплаты идут в соответствии с тем, как работает врач. По поводу этого я могу привести военную пословицу «Гладко было на бумаге, но забыли про враги». Ну, это сложный вопрос, конечно. Но я могу сказать, что в 1983 году в Сызрине гораздо больше было врачей и сестёр, нежели сегодня. Понятно. Опять вернёмся к диспансеризации. Значит, вы меня уговорили, я решил пройти её. Что я должен сделать? Я, кстати, ещё хочу сказать, что мы столкнулись с тем, что люди, мы давали информацию в прессе, мы развешивали информацию в поликлинике. И многие приходили и говорили, я не подпадаю под возраст, по которому должна проводиться диспансеризация. А что мне делать, если я хочу пройти? Вот я хочу ещё, может быть, обрадовать тех людей, кто это хочет сделать. Человек может пройти, если его возраст не подпадает под возраст, определённый на диспансеризацию, может пройти, опять-таки, в нашей же поликлинике профилактический осмотр. То есть, практически цель та же самая. Но объём обследований несколько меньше. Но он, опять-таки, позволяет выявить… А по результатам профосмотра… Конечно, этот профосмотр проводится раз в два года, а диспансеризация, она как бы является более углублённым обследованием. И, кстати, хочу сказать, что проводится она в два этапа. То есть, первый этап – анкетирование, сдача определённых анализов, прохождение определённых обследований. И завершается консультация терапевта на основании пройденных обследований. И далее терапевт определяет, смотрит, определяет группу здоровья, определяет программу введения этого пациента, даёт рекомендации. И если у пациента в ходе вот этого первого этапа обнаруживаются какие-то изменения, далее уже следует второй этап диспансеризации, когда проводится более углублённое обследование дополнительное для уточнения диагноза. То есть, это идёт второй этап диспансеризации. Кто сейчас имеет право пройти диспансеризацию? Диспансеризацию могут пройти следующие группы. Во-первых, скорее, лучше, наверное, правильно сказать, кто не подпадает под диспансеризацию. Не попадают инвалиды, так как… Подождите, не подпадают? Не попадают под диспансеризацию. Это лица, имеющие инвалидность, потому что уже предусматривается, что эти люди наблюдаются врачами и проходят необходимые обследования по своему заболеванию. Это лица, состоящие на диспансерном учёте, то есть те, кого уже наблюдают. Наблюдают врачи с определёнными хроническими заболеваниями. Это отдельные группы, подлежащие диспансеризации. Это госслужащие, потому что они проходят ежегодную диспансеризацию по своей программе. Вне зависимости от возраста. Вне зависимости от возраста. Это образование. Нет, образование немножечко по-другому. Значит, это участники войны, которые… Вот госслужащие – это кто? Госслужащие – это администрация, это… Это есть такая категория – госслужащие. Но это не то, что, скажем, вот культура, образование… Нет, нет, нет. Это управленческий систем, управленческий… Это так называемые госслужащие. Образование – это лица, работающие в школе, медицинские работники. Это лица, которые проходят обследование по 302-му приказу. Так называемый приказ, определяющий обязательно прохождение медицинского… Периодических медицинских осмотров. Причём медицинские работники и учителя, вернее, работники образования проходят это ежегодно. То есть они уже обследование… То есть у них там силовые… Проходят ежегодно, то есть они не выпадают у нас из поля зрения. А все остальные, то есть это работающие, это пенсионеры, это наша молодёжь, которой они работают. Все они могут прийти, пройти диспансеризацию. Диспансеризацию. То есть они все… И пройти профилактический осмотр в условиях поликлиники. Вот вы сказали, пенсионеры, они имеют право на диспансеризацию. Конечно. Но в то же время очень много пенсионеров являются инвалидами. Первая, вторая, третья стадия. Как инвалиды они не имеют права? Нет. Как инвалиды они не проходят диспансеризацию, потому что они, являясь инвалидами, они уже наблюдаются врачами, поэтому врач определяет по тому заболеванию. Я вас понял. Но опять, переходя к реалиям нашей жизни, вот я являюсь инвалидом по онкологии. Ну, я бы не сказал, что очень такое участие, мне приходится сдавать анализы или ещё что-то. Нет, это пришёл, ну, как самочувствие, ну, нормально, ну, ладно. То есть, вот что-то, наверное, не так. Здесь просто недоработка нашей участковой службы. Я считаю, что если бы у нас была укомплектованность кадрами, тогда бы каждый врач... Да. У каждого врача есть диспансерная группа. Каждый врач, поверьте, каждый врач знает, сколько у него на участке онкологических больных, сколько у него больных с бронхиальной астмой, сколько с диабетом, потому что этот учёт ведётся на каждом участке. Беда вся в том, что врач просто не имеет возможности в силу загруженности, что ему приходится принимать пациентов с двух-трёх участков. У него нет времени, чтобы, например, пригласить какого-то пациента к себе на плановый осмотр. Хотя, в общем-то, это, конечно, в идеале должно быть. К нам приезжал губернатор Николай Иванович Меркушкин. Я присутствовал на встрече, и вот я слушал, какие жалобы были. Вот, понимаете, ощущение такое, что люди, живя в нашей стране, вот они требуют, чтобы Сызрин стала самым лучшим городом в России, чтобы тут был такой порядок, которого нет вообще в стране. Ну, как можно? Я знаю, что медицина далеко не укомплектованная, я и писал об этом, да. Но невозможно, чтобы в отдельно взятой Сызрине порядок был как за рубежом. Поэтому всё-таки я считаю, что больше сам человек, сам житель Сызрине должен быть заинтересован в диспансеризации. Конечно, вот я и хотела сказать, что люди считают, что здоровье – это, ну, вот оно есть, и оно всегда будет, если человек здоров. Вот это наше, в мобилитете. Люди не понимают, что здоровье – это капитал, который нужно беречь, хранить и приумножать. А у нас, по сути дела, получается так, что человек, ну, так скажем, ведёт неправильный образ жизни, собой не занимается. И наступает такой момент, когда он заболевает, он приходит к врачу и требует, сделайте меня таким же, каким я был 10 лет назад. И зачастую я очень часто общаюсь с больными, я веду приём пациентов, и когда я начинаю, говорю, ну, давайте вспомним, а вы вот этим занимались, вот этим занимались, вот этим занимались. Нет, вот понимаете, делалось всё с точностью наоборот, чтобы разрушить своё здоровье. Ну, простите, 58 лет средний возраст мужчин – это как раз результат образа жизни. Конечно. И поэтому мы сейчас говорим, придите на диспансеризацию, не поленитесь. Даже если человек пройдёт, сдаст элементарные анализы, уже по анализам можно сделать какие-то предположения, можно что-то вызвать, можно чем-то насторожиться с тем, чтобы дальше его обследовать, что-то у него поискать. Ну, дело в том, что люди либо не осознают, либо это лень, либо это не хотят делать. Хорошо. Кто первый открывает дверь в диспансеризацию? Вот я решил, я возьму, спрячу своё удостоверение инвалида, приду к своему участковому. Это первая дверь – это участковый врач? Во-первых, у нас можно пройти диспансеризацию, человек приходит, у нас есть кабинет медицинской профилактики. Забисываться надо? Не обязательно. Во-первых, несколько форм работы. Человек может прийти сам. Мы давали информацию о том, что есть кабинет медпрофилактики. Но он берёт амбулаторную карту, потому что заводится определённая документация. Поэтому мы, конечно, узнаем, если человек инвалид, мы узнаем, что он инвалид. Кабинет медпрофилактики этой занимается. У нас были случаи, когда пациенты записывались, например, по интернету. Пожалуйста, они могли прийти. Вот я хотел спросить, у нас вопрос этот есть. То есть можно по интернету записаться и к любому врачу? Ну, я не скажу, что к любому врачу, потому что записаться по интернету можно, например, к терапевту и к узким специалистам, если человек состоит на диспансерном учёте. А как найти сайт этот, где, как записаться, где найти эту страницу? У нас, если набрать городское поликлинике, там сайт и там вся информация о поликлинике, расписание врачей, можно записаться. Но я опять говорю, что многие говорят так. Я хочу записаться по интернету. Ещё раз напоминаю и убедительно прошу, чтобы помнили наши пациенты, записаться, например, таким пациентом, как невролог. Можно только тем пациентом, кто стоит на диспансерном учёте. Там есть это на сайте? Конечно. Если человек стоит на диспансерном учёте, уже программа написана таким образом, что этот пациент запишется. Если человек не стоит на диспансерном учёте, он просто не сможет записаться. Понятно. То есть, если он стоит на учёте, это как бы конвейер запущен и поконвейер у него. Потому что во всех остальных случаях, почему мы говорим, что всё-таки должно идти через терапевт? Потому что участковый терапевт, он определяет. То есть, это первое звено, которое определяет. Потому что зачастую больные приходят и сами себе начинают выставлять диагноз. А когда уже смотрит доктор, пациент приходит и говорит, мне нужно к невропатологу. Когда начинаешь смотреть, у него не спинабуль, у него больные почки. Поэтому мы всегда говорим, последнее слово всегда за участковым терапевтом. Он определяет, какой нужен консультант, какой нужен специалист. И многие, вы понимаете, почему-то считают так, что участковый терапевт, ну, диспетчер, что ли, какой-то. Хотя, по сути дела, участковый терапевт – это доктор, который знает основы всех дисциплин. Он умеет лечить и неврологические заболевания, знает и основы каких-то хирургических болезней. Но мы не говорим о более таких серьёзных заболеваниях, где действительно нужен специалист. Но терапевт всё-таки – это основной доктор. Почему-то вот, я не знаю, или мы сами так, или пациенты почему-то так считают, что нужно идти к специалисту. А значение терапевта у нас всё больше и больше принижается. Ну, давайте так говорить о том, что авторитет врача, в том числе и с помощью средств массовой информации, опускается всё ниже и ниже. Это реалии жизни. Я смотрю по телевизору, каждый канал проезжает по поводу нашей медицины. Теряется авторитет, жители не верят врачу, и отсюда всё вот то, что вы говорите. Увы. Конечно, имею в виду. У нас есть какие-то недоработки, есть и непорядочные доктора, и сколько мы видим судебных всевозможных. Ну, гораздо больше мы видим вот этих судебных, чем оно есть на самом деле. Конечно. Хороших докторов надо даже взять по нашему, сколько у нас прекрасных докторов. Когда пациенты приходят и говорят, я хочу прикрепиться к вам, я хочу лечиться у этого доктора. И ситуация такая, что, к сожалению, доктор не может взять на себя больше пациентов. Вас много, а доктор один. Больных много, а докторов, к сожалению, не хватает. И я, конечно, уверена, что если бы была укомплектованность кадрами, и у врачей бы было больше времени и возможности именно беседовать и общаться с больными. Я вам на это скажу, что все мы хотим быть богатыми и здоровыми. Светлана Геннадьевна, откройте один секрет. Вот поликлиника номер один одна в центре города. Сколько у вас на учете больных? Сколько жителей вы обслуживаете? Поликлиника обслуживает порядка 56 тысяч человек. Это и взрослые, это и детское население. Так, берем, 50 тысяч берем. Сколько у вас врачей средней специальности? Всех специальностей? Ну, я не буду сейчас говорить. Я могу сказать, вот, например, у нас в отделении... Хорошо, терапевты. Второе терапевтическое отделение у нас 25 участков. Во втором отделении у нас осталось 3 врача на 12 терапевтических участках. 4 врача работают. Кто-то ушел в отпуск. Представьте, какая нагрузка ложится. Молоко даете за вредность врачам? Нам не положено. У нас нет у участковых терапевтов вредности. А брома? Молоко им не дают. И брома тоже не дают? Нет, ничего не дают. Грустно. А вот вы, как начмед, чем вы занимаетесь? Вот вы лично. Какая сфера вашей деятельности? Сфера деятельности – это организация работы поликлиники. По возможности максимально обеспечить оказание медицинской помощи населению. Насколько это возможно в наших условиях с нашими малочисленными кадрами. Чтобы работали врачи, чтобы работали службы наши все, вспомогательные, лабораторные службы. Чтобы пациенты максимально могли получить медицинскую помощь. И вам приходится отвечать на жалобы больных? Жалоб очень много, да. Приходится каждый день, помимо того, что это и письменные жалобы, очень часто, практически у меня ежедневно, 3-4-5 человек приходят на прием. Мы решаем какие-то вопросы и по взаимодействию с врачами, и по организации медицинской помощи, и по организации лекарственного обеспечения этим пациентам. Очень много телефонных обращений. Я могу вас назвать девочкой для битья? Я думаю, что нет. Ну, а по сути, если вам все приходится это делать. Вот средний возраст врачей по Сызрине, это где-то 48-50 лет. Я, конечно, что-то сомневаюсь в правильности этой цифры. Мне кажется, у вас средний возраст в России. У нас средний возраст ближе к 50. И после 50. И после 50. У меня очень много помощников. Я могу сказать, что все заведующие отделения, они берут на себя часть проблем. Конечно, если бы, как вы говорите, была я девочкой для битья, я бы не справилась с этим потоком. Потому что, конечно, и заведующие активно помогают, решают какие-то проблемы, сами активно включаются, помогают разрешить ситуацию, где-то помочь чем-то больным. Где-то они садятся сами на прием, чтобы разгрузить врачей. Как-то выкручиваете. Слушайте, я знаю, что у вас два отделения. Чем они отличаются, эти отделения? Они ничем не отличаются. То есть это сделано для удобства руководства работы. У них у каждого отделения свои участки? Да. То есть разделены территориально. Одно отделение – это район центра города, улица Декабристов. А второе отделение – это участок за Ильинским мостом. Это поселок Сердовина, Западный, район Кирпичного завода. Сколько участковой? На что больше тратит время, когда она обходит участок? На беседу с наблюдением за больным или на дорогу? Вы знаете, проблема в том, что участки, особенно участки второго отделения, если мы посмотрим карту города, да, это Сердовина, поселок Западный, Кирпичный, это в основном частный сектор, на 90% частный сектор. Конечно, поликлиника обеспечивает врачей транспортом. То есть если бы врач ходил пешком, и если учесть, что врачу порой приходится обслуживать и по 3, и по 4 участка, без автотранспорта наши бы, ни наши участковые врачи, ни участковые педиатры просто не справились. И много у вас машин? По возможности за отделением закрепляется транспорт, и врачи ездят обслуживать, вызывают, потому что так бы они просто-напросто не могли обслужить. Но вызов, я понимаю, это вызов как бы где-то аналогично скорой помощи. Не совсем. Нет, ну в определенной степени, конечно. То есть там не надо мчаться на всех парах, если человек в празднике заболевает. Конечно, это плановая помощь пациентам на дому. То есть те, кто вызывает врача на дом, если пациент по какой-то причине, например, в силу болезни или в силу возраста, не может прийти в поликлинику, врач приходит к нему на дом. А вот у вас были раньше журналы, они свободно лежали в поликлинике для самозаписи. Они кончились уже? Вы знаете, немножечко изменился порядок работы. Может быть, мы стараемся облегчить пациентам возможность записаться. Во-первых, у нас сейчас ведется запись по телефону. То есть пациент может записаться по телефону. И не обязательно звонить, начинать звонить с 6 часов утра? Запись по телефону к врачам. Прием вызовов у нас ведется с утра. Прием вызовов, да. Это на дом. Это одно, да. Если пациент, необходимо, чтобы врач пришел на дом. Запись ведется до 11 часов. Это и касается и взрослой поликлиники, и детской поликлиники. Это не вызовы, это просто записи. Это вызова на дом. Нет, а вот запись на приём. Запись на приём, пожалуйста, с 11 часов и до вечера ведётся запись по телефону. То есть пациент может позвонить, записаться в удобное для него, если есть талончики. Потому что кто-то приходит в поликлинику, берёт талончики непосредственно через актуальную регистрацию. Я могу сегодня записаться на приём к врачу или на завтра, или на послезавтра? Конечно. Но нужно учесть, что врач заранее, если у врача есть пациенты, которые находятся на листке нетрудоспособности, врач резервирует часть талонов в назначенный день. Вот для этих пациентов, кто на больничном листе. Оставшиеся талоны, часть талонов выкладываются по интернету, часть у нас выкладывается в регистратуру, можно прийти с утра. Часть талонов идёт как раз на запись по телефону. Поэтому мы наоборот даже пациентам многим говорим, пожалуйста, не приходите в 6 утра, не занимайте очередь. Потому что бывает пациент, нет, я хочу попасть, мне вот надо сегодня. Вы позвоните по телефону, или давайте мы вас запишем на какой-то день конкретный, на определенный час выдаётся талон. Но иногда, вот знаете, привычка людей. Так надёжнее. Хотя многие, кто помоложе, так скажем, вот эта форма записи по телефону многих больше устраивает. То есть человек... Лень, потому что естественно, там работа ещё. Конечно. Человеку говорят конкретный день, и ему говорят, у вас номер талона такой-то, время приёма такое-то. Человек приходит, так скажем, за полчаса до начала приёма, потому что время это ориентировочно. Может взять талон в регистратуре и подняться в кабинет у врача, ожидать приёма. Уважаемые радиослушатели, я бы хотел... Вот мы, мне кажется, достаточно интересно разговариваем со Светланой Геннадьевной, но я хотел бы вас предупредить, что всё-таки, ну, опять глядя с высоты моего опыта, нет у нас в стране, чтобы был порядок идеальный, вот как мы рассказываем. Чтобы попасть к врачу, нужна всё равно, как бы то ни было, через интернет, через личное присутствие. Настойчивость больного, настойчивость жителя должна иметь место быть. Вы согласны со мной? Согласна. Потому что мы, конечно, стараемся сделать по возможности, чтобы максимально как-то облегчить пациента возможность попадания к врачу. Ну, опять-таки, очень много причин, которые и не от нас зависят. 50 тысяч, не надо мне говорить про причину, 50 тысяч жителей, вот эта цифра говорит, и одна треть от довольно, я думаю, что достаточно скудные штаты. Одна треть от штатов утверждённых. Поэтому настойчивость нам нужна, конечно. Во всяком случае, у нас всегда, если возникает, если кому-то необходима срочная медицинская помощь, эту помощь мы, конечно, организовываем сразу. То есть пациент, который нуждается в экстренной помощи и придёт в поликлинику, он никогда не окажется без неотложной помощи. Кстати, хочу сказать, что у нас открыто отделение неотложной помощи, кабинет неотложной помощи, который сейчас частично разгружает станцию скорой медицинской помощи. Подождите, у вас уже открыт кабинет? Да, мы с марта месяца, у нас этот кабинет работает. То есть можно позвонить и... Можно позвонить. Часть вызовов нам передаёт скорая помощь. Это имеется в виду хроники, да? Это хроники. Например, те, кто часто вызывают скорую помощь, сделать какую-то инъекцию или обезболивающую, или там померить давление. Ну, мало ли таких пациентов. Пожалуйста, сейчас это можно сделать. Наша неотложка работает с 8 утра до 20 вечера ежедневно, без выходных. И многие пациенты знают, уже звонят по телефону, если необходимо оказать какую-то помощь. То есть не звонят уже не на станцию скорой помощи, а звонят на неотложку на нашу. Вот я ещё хотел спросить вас вот о чём. Значит, у нас в продаже есть тонометры, электронные, японские и так далее. Пользовались им? Пользовались, конечно. Вы считаете надёжным? В принципе, да. А для какого возраста? Для всех, потому что я читал инструкцию, там написано, где-то ещё встречал, что люди пожилого возраста там могут быть ошибки. Я замечала, что у пациентов, у которых имеет место нарушение ритма, электронные тонометры, они не всегда дают правильные показания. А вот такие вот ручные, они обычно более достоянные. Но, понимаете, неважно. Неважно, каким тонометрам. Главное, чтобы у человека появилось желание, потребность померить своё артериальное давление. Потому что приходится иногда сталкиваться с пациентом, который прожили, так скажем, 50 лет, и его спрашивают, а какое ваше давление у вас? И человек говорит, а я не знаю. А начинаешь мерить, он гипертоний. В каком возрасте надо покупать тонометр? В принципе, тонометр должен быть в любой семье. Потому что говорить о том, в каком возрасте может возникнуть давление, возраст это не показать. Сейчас уже это не показать. Конечно, сейчас и в подростковом возрасте у нас есть гипертония и в подростковом возрасте, и у лиц молодого возраста, и в 20, и в 25 лет у нас есть гипертоники. Поэтому чем раньше в вашей семье появится тонометр, и будет возможность лишний раз измерить артериальное давление, проконтролировать цифры давления. И если вы видите, что давление повышено, свыше 140 на 90, это лишний повод понаблюдать за собой и обратиться к врачу, чтобы принять какие-то меры. Потому что, например, в самом начале можно обойтись, так скажем, не медикаментозными мерами путем изменения образа жизни. Вот то, что опять мы говорим про эту диспансеризацию. То есть одно из направлений – это изменение образа жизни. Но опять-таки, для того, чтобы человек это понял, он должен куда-то прийти, ему кто-то должен объяснить. Вот для диспансеризации, просмотра для этого службы. Придите, и вам расскажут, что нужно делать. Понятно. Я надеюсь, что наша с вами беседа подвигнет наших жителей. Хотя я прекрасно понимаю, что чем больше жители будут заботиться о своем здоровье, станут заботиться, тем будет хуже мне. Почему? Ну, потому что очевиднее будет больше. Но это тем не менее… Да, мне кажется, наоборот. Если люди начнут о себе заботиться, хотя бы вот так вот раз в год, ведь для этого много не требуется прийти. Да, это может занять один-два дня. Поймите правильно. Нужно прийти, заполнить анкету, которая позволит врача уже настроить на поиск проблем, сдать анализы. Есть такие обследования, как, например, маммография, которая в определенном возрасте включена, вот эту диспансеризацию, профосмотр. Опять, для этого нужно время. Или пройти УЗИ в определенном возрасте. Это нужно время. Это может занять несколько дней. Но человек один раз в году, пройдя это, на год, во всяком случае, он хотя бы будет знать, что у него сейчас все нормально. Ему достаточно правильно питаться, двигаться, бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, и все будет нормально. Или же, наоборот, надо что-то делать. И он тогда не будет посещать врача. Ваши уста, да в уши Бога. Поэтому я очень хочу попросить пациентов, помните, что здоровье нам дается один раз в жизни. Его надо беречь. Это шагриневая кожа, которая с каждым годом уменьшается. И, к сожалению, возраст нам здоровья не прибавляет. А только прибавляют новые какие-то проблемы, новые болезни. Поэтому приходите. Мы вас ждем. Кабинет номер 26, кабинет профилактических осмотров, всегда открыт для тех, кто хочет узнать о своих проблемах, кто хочет пройти медицинский осмотр. К сожалению, я должен констатировать, что время наше подходит к концу. Большое спасибо вам за ваш огонек в глазах, когда вы рассказываете, говорите о том, что диспансеризация нужна. Я надеюсь, хоть какой-то коэффициент полезных действий будет от нашей беседы. Итак, дорогие радиослушатели, если у вас появятся какие-то вопросы появились, вы можете нам позвонить, а мы уже ваши вопросы переадресуем к Светлане Геннадьевне. Но хочу вас сразу, я уже говорил об этом, что мы живем не в самом первом, не самом большом городе страны. И мы уже говорили о возможностях нашего города. Увы, они не очень высокие. Скорее всего, надо не столько с жалобами, сколько приходится самим проявлять достаточную настойчивость. Увы, это я знаю и по себе тоже. Поэтому я с вами прощаюсь. До встречи. Всего доброго. До новых встреч. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok